Доброго времени суток, дамы и господа. Это видео должно было быть еще где-то недельку, наверное, полторы недели назад, но, увы, болел чуть-чуть. И ключики. Очень много ключиков было проведено в последнее время. Рио потихоньку апается, и это, конечно, не может не радовать. Также ключики разные ищу. Симулятор регистрации играю. Можете с этим помочь в Дискорде, в ПВЕ-канале, я там все расписал. Перейдем к теме видео. Тема видео сегодня, что вообще нужно сделать до обновления 10.1. Конечно, все это упирается в разных игроков. То есть, кто-то это делать будет, кто-то это делать не будет, кому-то это интересно, кому-то это неинтересно. Но давайте рассмотрим абсолютно все. И ПВП, и ПВЕ, и обычные разные вещи, которые просто помогут нам хорошо стартануть в обновлении 10.1. Для начала давайте рассмотрим ПВП, ответвление игры. Само собой, у нас имеется различный рейтинг в различных брекетах. И хоть где мы апнем, мы получаем различные награды. Если мы апнем 1800, то мы получаем сетик, который на текущий момент доступен. Если мы откроем вкладку коллекции, модели, наборы, то вот он, первый сезон Dragonflight. Элитный сетик мы лутаем в целом. То есть, для кого-то красивый, для кого-то не очень. И он, конечно, классовый. То есть, ДК, Воин, Паладин, все это будут разные сеты. Там, Жрец, Маг. Думаю, мысль понятна. Далее, если идти по рейтингу выше, то за уже 200 можно получить красивую какую-нибудь чарочку. Элитные чары для оружия ПВП. Окей, круто. За 2400, если мы делаем в формате 3х3, там еще немножечко побед, то, конечно, мы получаем Гладиатора. И уникальный облик для Дракона Нагорье. Красный, красивый, такой реально мощный. Я думаю, вы видели его и на старте дополнение, как его презентовали. И периодически люди на нем бегают. Разумеется, есть и занятия для малого рейтинга. Играя на рейтинге 1000 или выше, мы получаем сезонную награду. Потихоньку ее отбиваем. Я вот до Нового года ходил, 53% отбил в соло-самотохе, немножечко 3х3. И теперь нужно вторую половину набить. Получаем свирепого саблезуба на альянсе. Если открыть коллекции, транспорт, то это все можно увидеть. Свирепый саблезуб. Киса-киса. Также во время различных ПВП-игр мы лутаем очки завоевания. И эти очки завоевания можно выгодно реализовать. Сундучки со снаряжением, которые кидаются на твинков, имеются. 375 забоевания и один такой сундучок лутается. С ПВП на этом все, перейдем к ПВЕ. На текущий момент в формате Мифик Плюс имеется интересное подземелье под названием Наступление Клана Худ. Не самое, конечно, быстрое, не самое легкое в формате Мифик Плюс. Но, проходя его в формате Мифик Плюс с обновления 10.07, мы лутаем украденные дыхания Анары. Три штуки с разными другими реагентами дают нам маунта. Конечно, эти дыхания можно лутать и в Мифик 0, и в Героек режиме, но можно совместить приятное с полезным. Почему бы и нет? Также, если говорить о системе Мифик Плюс, мы знаем, что за разный рейтинг мы лутаем разные награды. Открываем Великие Подвиги, Подземелья. И тут вот порталы, например, за прохождение 20-х ключей. Если рассмотреть ниже, 2500 это ачивочка, которая раскрывает нам плечи и шапку, которые начинают искриться, которые искорки периодически, молнии такие видно. Ниже там мы получаем маунта, звания, то есть разные интересные награды тоже, конечно же, имеются за рейтинг и пониже. Ну а самая лучшая награда это 0.1%, к которому на текущий момент стремлюсь. Нужно попроходить разные данжики уникальные, поэтому я очень буду рад, если кто-то что-то предложит. Весь список, как я уже сказал ранее, имеется в ПВЕ-канале в Дискорде. Также, если заговорили о Подземельях, то не стоит забывать о славе героя Shadowlands. На текущий момент можно, в принципе, сделать, и людей, наверное, будет достаточно, и в целом это будет легко. Но, конечно, можно с этим и повременить, и сделать попозже. То есть это получается Подземелье и Рейда, и вот она, слава герою Dragonflight. Далее, облик Рошагет. В тот момент, когда мы келяем Рошагет в абсолютно любой сложности, будь то LFR, Normal, Героик, Mythic, есть шанс на получение интересного облика для нашего обновленного про-дракона. Уверен, многие уже видели этот облик. Многие его, скорее всего, утонули. Ну, можно это сделать до 10-1, потом просто будет чуточку тяжелее. Потому что пати будет реже собираться, LFR будет реже прорегиваться. То есть не обязательно это прям делать до 10-1, ну, желательно. Также не стоит забывать о Героик режиме, о Мифик режиме, Великие Подвиги, вкладка Рейды. Имеются достижения формата Герой своего времени за убийство в Героик режиме и на Кромке Лезвия за убийство в Мифик режиме. Если рейдите, поднапрягитесь и убейте. Рошагет на текущий момент занерфлена чуть ли не в хлам. И запулить ее, припулить, убить в целом, ну, не составит сложности для хорошей гильдии, для хорошего статика. Последний пункт, который хочу сказать, это, конечно, нам стоит пролутать сет красивенький на Трансмог. Мы ходим в Героик сложность, Нормал сложность, ЛФР, там, Мифик, лутаем различные вещицы. Вещицы образуют сет. Также не стоит забывать про катализатор, мы можем там прокручивать различные вещицы. И в целом, таким образом, можно быстрее получить сет. Например, мы там с Мифик плюса лутанули 405-ю вещицу, мы ее прокрутили в катализаторе, она уже стала Героик версией. Мы ее прапали за доблесть, она стала эпохальной. Я вот так вот пояс, например, добрал, потому что пояс с Рейда падает только с Дэн, и это тяжко. Вылутать его там обычно светочи падают, токены, то есть пояс реально тяжко лутается. А касательно траты доблести, трат доблести нет никаких, к сожалению. То есть, да, доблести на текущий момент, правда, много, а куда тратить? Некуда просто, то есть она висит мертвым грузом. Ее переведут в серебро или золото, скорее всего, по окончанию сезона. Как говорится, время покажет. И если вспомнить то, что компания Blizzard говорила про дополнение Dragonflight, тогда то, что мы будем заниматься профессиями. То, что профессии будут жизненно необходимы. Новая система улучшения вещей в обновлении 10.1 будет привязана к профессии наложения чар. Ну и также, конечно, все будут тапать вещицы. Например, платные вещицы будут тапаться у кузнецов. Разная кольчуга, разная кожа у кожевников. Ткань будут прапывать по этому левелу партняжники. Поэтому займитесь прокачкой своей профы и прокачайте нужные знания, прокачайте нужные таланты, разумеется. Также и на текущий момент можно сделать довольно-таки интересные крафтовые вещицы. Если мы глянем на них, то какие-то там являются украшениями, какие-то не являются украшениями. И они имеют 418-й там левел. Бак или фича, ну когда я перекинул своего персонажа на ПТР, версия 10.1, там крафтовые вещицы были 421-й там левела. Быть может, кому-то это поможет. То есть, если у вас есть лишние искры и ваши вещицы 415-й, дропнутые просто с мифик плюс, сделайте крафты заранее и, быть может, они реально превратятся в 421-й. Это полезно. Как я думал, то, что можно, например, апнуть крафтовую шмотку, заранее ее просокетив, и она также сокет сохранит, нет. В тот момент, когда в обновлении 10.1 мы будем апгрейдить наши вещицы до там 440-х там левелов, сокет они будут терять. То есть, нам придется крафтовые вещицы дыраколить по новой, к сожалению. Но это было бы реально слишком обузно. Я заранее ответил на этот вопрос, потому что уверен, он был бы в комментариях. На этом, пожалуй, все. Какой-то такой вот список получился. Если я что-то забыл, если у вас есть какие-то интересные моменты, которые вы, например, делаете до обновления 10.1 и хотите поделиться этим моментом с людьми, то пишите в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!